Здравствуйте! В эфире программа ДЖКХ. С вами Александр Сульдин. Сегодня о проблеме в новостройке в престижном районе Новосибирска. Добротную квартиру четыре раза топило зловодной жижей из унитаза. Аварии случались периодически. Как спасались жильцы, в чем причина и что делает управляющая компания? Разберем ситуацию. Итак, Новосибирск, улица Сухарная. Поехали! Сразу после дня всех влюбленных Виктория приехала в свою квартиру. Услышала шум в трубах. Тут же канализация буквально взбунтовалась. Зловонная жижа полилась в комнаты. Импровизированная плотина из ковролина не спасла. И этот потоп далеко не первый. Что здесь происходит? Что это такое? Я весь полздулся. Вы это видите вообще? Четыре потопа, начиная с лета. После первого вызов клининговой компании. Потом организация, обслуживающая дом, нанимала подрядчиков, чтобы навести порядок. Виктория покупала эту квартиру 12 лет назад. Тогда не могли нарадоваться первое собственное жилье. Возле Заяцовского бора. Сегодня здесь жить нельзя. Даже унитаз пришлось убрать. На сливной трубе заглушка. Помещение не сдать, не продать. Пришлось использовать как склад. Собственники квартиры уверены, все из-за владельцев помещения под их полом. На первом этаже располагается огромный зал. Понятно, мы начали разбираться, в чем причина следствия. И выяснилось, что наконец-таки то пустующее пространство на первом этаже, кто-то решил его освоить и сделать там спортзал. Не знаю, выкупили его или там владелец решил наконец-таки бизнес этот сделать. И во время ремонтных работ допустили ошибку, оплошность. Они там что-то переделывали с сантехникой. В общем, управляющая компания мне заявила и написала, собственно, в документах, что виноваты они. Виктория предупредила соседей сверху. Срочно ставьте в унитаз обратный клапан, иначе у вас случится точно такой же потоп. Кто отвечает за состояние канализации? Куда обращаться, если стоками затопило комнаты? Как возместить ущерб? Об этом в нашей инструкции. Что делать, если квартиру затопило водой из канализации? Причиной затопления квартиры водой из унитаза является затрудненный уход стоков по канализационному стояку. Канализация является общим имуществом дома. Ответственность за ее состояние несет управляющая компания или товарищество собственников жилья. Вода не уходит по канализационному стояку из-за неправильного ухода за трубами и их перестройки собственниками. Также часто причиной является несоблюдение жильцами правил эксплуатации канализации. В унитазы сбрасываются предметы, не растворяющиеся в воде, подгузники, влажные салфетки, строительный мусор, тряпки. При заливе квартиры необходимо срочно обратиться в организацию, обслуживающую дом. В течение 12 часов после обращения составляется акт о заливе квартиры. Акт составляется в произвольной форме. Документ должен содержать информацию о собственниках или нанимателях затопленного помещения, данные об объемах повреждений. Акт подписывает сотрудник управляющей компании, собственник затопленной квартиры и виновник происшествия. Проставляется дата составления документа и печать организации, обслуживающий дом. Также целесообразно заказать оценку стоимости поврежденного имущества у независимой организации. Виновнику неисправности канализации направляется претензия с требованием возместить ущерб. Если виновник не выполняет требования, то следует обратиться в суд. После того, как решение суда вступит в законную силу, нужно получить исполнительный лист. Взыскатель вправе предъявить этот документ в службу судебных приставов или в банк, где у ответчика открыт счет. И немного отмечемся от проблем с канализацией в доме на Сухарной. В этой части нашей программы о том, как улучшить свой дом. Сегодня укладываем паркет. Какие хитрости у этой работы, какие инструменты понадобятся и исправится ли один домашний работник. Настоящая мастерица расскажет и покажет. Посмотрим. Будем приступать к укладке паркета на полу. Для этого нам понадобится, собственно, сам паркет, который мы уже напилили. Также, например, подбойник. Для него молоток. Также нам нужна клинья, которую мы будем по бокам вставлять. Также паркет очень длинный ряд получается. Мне нужен для этого помощник. Здесь нужна моя помощь для того, чтобы в процессе сборки ряд не распался, так как он составной, состоит из нескольких частей. Прежде чем укладывать, собственно, сам паркет, нам нужно подготовить основание. Как подготовить основание всегда прописано в ГОСТах и СНИПах. Теперь, чтобы начать укладывать плавающие методы, нам нужна подложка, в которой есть пленка, который выполнен гидроизоляцию, шумоизоляцию, также теплоизоляцию и пароизоляцию. Поднимаем. Качающим методом, чтобы у нас не образовалась щель. Все, опустилась. И также продолжаем, пока у нас не закончится ряда. Мы сейчас вставляем по качеству метода, вставляем клинышки. Клинышки нам нужны для того, чтобы у нас древесина будет вследствие увеличиваться от влаги. И чтобы она притык к стене не была, нужно компенсационно везло. Клинышки, которые сами регулируются под определенную нам толщину. То есть мы его примерно защелкиваем. Вставляем, благодаря этому он держится на доске, не проваливается. Мы защелкиваем под определенную толщину, чтобы у нас появилась жесткость. Можно его спокойно вытягивать. Мы придерживаем. Пока подбиваем. У нас есть подбойник, который не просто деревяшка. У него есть специальный выступ, который, когда мы подбиваем, не ломает замок. Обязательно простукиваем швы. Теперь... Перед тем, как вложить фад в следующий ряд, нам нужно пройтись метелкой, убрать щепки. Так же, как они могут быть заводские, попасться. И так же мы можем попилили, их оставить. Редактор субтитров А.Семкин 130 домов в деревне, где каждый год проходит Всероссийский фестиваль исторической реконструкции, получат голубое топливо. Здесь запустили новый газопровод. За счет инвестора проложили магистраль длиной 4,5 километра и смонтировали газораспределительный пункт. Также целый ряд категорий льготников, в том числе и семьи участников специальной военной операции, имеют право на субсидии на оборудование, которое устанавливают в домах. Жительница деревни Большой Ёж Светлана Бутырина стала одним из первых абонентов. 70 остановок приобретут в Новосибирске. Стартовал соответствующий аукцион. Информация опубликована на сайте госзакупок. Начальная цена 25 миллионов рублей. За эти средства предлагается поставить каркасные сооружения из профильной трубы и монолитного поликарбоната высотой 2,5 и шириной до 2 метров. Кроме того, в комплекте идет два дорожных знака, лавка и урна. Срок поставки 14 июня. Жители частного сектора Берска теперь должны оформлять заявки на вывоз мусора через Новосибирск. Ранее берчане подавали заявки местную фирму «Экосервис» подрядчику у регионального оператора. Но недавно выяснилось, что в «Экосервисе» их могут лишь поставить в график вывоза мусора. С января прерогатива приема заявок принадлежит спецавтохозяйству. Организация осуществляет прием потребителей, включая запросы на вывоз твердых коммунальных отходов. Для этого работает единая диспетчерская служба. Заявки принимают и через официальную группу предприятия в социальной сети ВКонтакте. Запросы отработают в течение пары дней. И вернемся к проблеме жителей дома номер 101, дробь 1 на Сухарной. В управляющей компании пояснили, а ситуации знают. Виноват действительно один из предыдущих владельцев помещения на первом этаже, что под квартирой, которую периодически затапливает водой из унитаза, переделал канализацию, допустил ошибку, стоки теперь не уходят, как должны. К этому добавляются влажные салфетки и другой мусор, не растворяющийся в воде, который топят в своих унитазах жильцы. Образуется засор, который работает как пробка. Точные воды наполняют стояк, ищут выход и находят в квартире на втором этаже. При этом у зала сменилось несколько собственников, сейчас новый хозяин. Специалисты организации «Обслуживающий дом» провели с ним встречу, договорились, будут чинить канализацию. Сейчас управляющая компания закупает необходимые материалы. До конца недели обещают устранить проблему за свой счет. В эфире была программа ГИДЖКХ. С вами был Александр Сульдин. До встречи на будущей неделе. Следующий вторник о догазификации. Куда голубое топливо уже пришло и куда еще придет в этом году.